И снова здравствуйте! Поступили мне запросы как-то на обзор декоративки, где я её хранил. Декоративки у меня на самом деле совсем чуть-чуть, и все, кто видели видео обзор моей комнаты, ну или так, ещё какие-то видео, короче, представляют, что я немножко такой своего рода... Ну, в общем, свободный художник у творческих людей, всегда оно всё как-то немножко непонятно как. В общем, есть исключительно три блеска, которые у меня лежат постоянно на столе и используются чаще всего в видеообзорах. Допустим, сейчас на этом видеообзоре и на предыдущем у меня использовались именно вот эти. Это блед для губ от Calvin Klein с маслом мяты для объёма губ. Он ярко-красный. Я наношу совсем чуть-чуть на нижнюю губу, и потом уже поверх наношу и растушевываю вот этим блеском. Это Эйвоновский. Он пришёл мне недавно, ну, в общем, в последнем моём заказе в подарок. Этот ультраблеск 6 мл Эйвона. Я уже точно не помню, кажется, это какой-то лиловый оттенок. Потом вот этот блеск, он у меня уже был, блеск бальзамов в пустых баночках когда-то, но он всё никак не закончится. Там совсем чуть-чуть осталось. И я его использую исключительно поверх бальзамов или помад. В смысле цветных бальзамов. Какого-нибудь такого или какой-нибудь помады. В чистом виде я его не могу пользоваться. Он у меня вызывает аллергию и сжжение, неприятные ощущения. Но вот поверх он даёт вполне себе красивый оттенок. Поверх, допустим, какой-нибудь коричневой помады, которая тоже вот в обзоре у меня сегодня. И просто для снятия видео он вполне себе ничего. Они лежат у меня просто на столе. Вот этот бальзам для губ вишнёвый от Ихроше, которому уже больше чем, ну, где-то полтора года. Он у меня лежит в основном в сумочке почти постоянно, в кармашке. Я его использую перед выходом на улицу. И иногда вот там в кафе, когда посидеть или ещё где-то, или просто в пути. Вот как вчера, допустим, я ехала на автобусе к Алёнке в Ярославле и им пользовалась перед выходом. У меня его тут совсем чуть-чуть. Но он всё никак не закончится. Он мне очень нравится. Он хоть и вишнёвый, но мне напоминает немножко такую крюковку. Так, вот здесь у меня лежат те, которые я очень редко пользую. Вот в этом сузучке таком. Тут у меня вишнёвый фаберлик, ой, не, пардон, не фаберликовский, арифлейновский блеск для губ, который бальзам, который ещё можно, кажется, на ногти использовать и на локти. Тут где-то чуть, ну, не знаю, может быть половина, чуть меньше половины. У меня ему где-то, ну, может, года два. Ну, в общем, он всё ещё в нормальном состоянии. Я им иногда пользуюсь. Иногда как бальзам для губ, иногда как для ногтей. Ну, когда как вспомню. У меня такой же ещё и с розой, нераспечатанный. Мне подарила как-то Алёнка в поменяшках. Алёнка, если ты меня смотришь, то привет тебе и спасибо за тот бальзам. Так, этот, этим я одно время пользовалась. Это тоже и фрашевский. Это из новогодней ремитки этого года. В начале года, кажется, я его покупала или в прошлом году, я уже не помню. Это миндаль и апельсин. Я им совсем чуть-чуть пользовалась. Его ещё очень много. Он прозрачный. Очень вкусно пахнет чем-то таким сладким. В отличие от геля для душа, пахнет он более вкусно. И он мне нравится. Но я сейчас им не пользуюсь, поэтому он у меня лежит в этом стучке. Кстати, сундучок у меня стоит справа от меня. В общем, с правой части моего компьютерного стола. И ещё вот эта зелёная помадка, которую я, кажется, в прошлом году летом заказывала на лайте. Которая при окрашивании губ даёт розовый цвет. Я попробую сейчас сделать сводч. Может быть, кому-то это интересно. В общем, пока наносишь, он ещё вполне себе прозрачный. А потом постепенно темнеет до такого розового цвета. Нежный розовый полупрозрачный цвет. Вполне себе такая неплохая помадка. Но она у меня здесь лежит. Я пока её не пользуюсь. И вообще, честно сказать, я периодически про неё забываю. Так, что у нас? Основная часть помад и блесков, которыми я редко пользуюсь. Или на данный момент не пользуюсь. Находится у меня вот в этой косметичке от Ифраше. Которая и стоит у меня в шкафу. Месте там, где у меня какая-то, в общем, чай у меня там ещё что-то. Ну, в общем, всякая мелочёвка лежит у меня. И, в общем, она у меня там стоит. Я сама уже не помню, что у меня есть. Сейчас и узнаем. В общем, тут у меня где-то наполовину истраченный Арифлеймовский блеск для губ вишенка черри. Который мне как-то Женька подарила. Ифрашевская помада коричневая. Вот она наполовину. Ну, чуть больше половины у неё осталось. Чуть меньше половины я истратила. Вот она, кстати, с этим блеском очень хорошо смотрится. И просто чисто для видео обзоров. Потом помада от Эвен, которая мне как-то пришла в подарок. Ну, там за 10 рублей кажется. Вот такая. Я её усиленно пользовала. Она, мне кажется, наполовину истраченная. Ну, может, чуть больше, чуть меньше, чем наполовину истраченная. Вообще, очень хорошая. Но сейчас, вот пока я её не пользуюсь, я пользуюсь или вишневым блеском. Или вот последние несколько дней я сочетаю вот так же, как для видео, только на выход на улицу. Потом, не знаю, лаки считаются декоративкой или нет. В общем, у меня тут есть два лака с прошлого года, с покупки. Кажется, вообще год назад, именно летом покупала где-то с Аленкой, когда встречались. Это из Эфраше. Один у меня был в подарок вот этот, а другой я сама покупала. И в каком-то из обзоров я их даже тестила на ногтях. Так, тут у меня ещё один лак мне Женька подарила. Но я им не пользуюсь, а вообще лаком я очень редко пользуюсь. Он у меня стоит, а ты какой-то... Ой-ой-ой, сейчас капнет. Очень жидкий лак. Жидкий-жидкий. В общем, такой... Не то чтобы розовый. В общем, какой-то с блёстками. Полупрозрачный. Это у меня капнуло на листик. Благо, на листик и не на стол. Пришлось бы оттирать чем-то. Так, ещё у меня есть помада от Эфраше. Ей осталось совсем немножко. Пахнет она такой помадой. С примесью какой-то розы. Она у меня почти больше, чем наполовину истрачена. Пришла она мне в своё время в подарок. Я не знаю, пускай сейчас такие или нет. Это роза Голосийская или Гасильская. Я точно не помню. Ну, в общем, тут одна треть осталась уже, можно сказать. Я её очень редко пользуюсь, но иногда делаю для обзоров. Наношу её просто. Так. Красная помада, которую я покупала вместе с Аленкой. Где-то, может, год или полгода назад в улыбке радуги кражется. Я не помню, что это такое. Но кто-то мне в комментах писал, что это. Вообще, это читает чисто АМ. А-М-Е. Там, по-моему, что-то из пяти богу было. Это просто красная помада. У меня тогда закончилась и Фрашевская. Из этой вот серии. Но у них больше таких красных помад нет. Я тогда купила вот эту помаду. Сейчас попробую сделать вам сводч просто. Она не совсем такая красная. Между алым и красным что-то такое вот. Это, я надеюсь, видно. Так, что у меня тут ещё? Ещё у меня тут есть. Ещё один бальзам для губ от Ифрашета. Малина в шоколаде. С прошлогодней, кажется, новогодней лимитки. Тут довольно много его. Он несколько тяжело, крепко так наносится. Он, конечно, сам все мягкий. И приятно так пахнет. Не знаю, малина или лимина. Мне кажется, снова опять клюквой какой-то. Хотя я сегодня варила клюквенный кисель. Может быть, это мне уже киселём перебивают. В общем, тут где-то 1 четвёртая, в лучшем случае, запользована у меня. Он ещё срок годности у него, я не помню. А, до октября 2016 года. Но если я её не успею доделать и она испортится, то я, может, её пущу на рисование. Так. И, похоже, что всё. То вот вся моя небольшая декоративка. И в этой вот косметичке она лежит. Или же лежит на столе. Или же лежит в сумочке. Или же лежит вот в этой коробочке. Ещё раз её покажу. Вот. Ну, в общем, такое вот у меня видео. Если вам это было интересно. Но, учитывая, что было как минимум 2 запроса, то я думаю, всё-таки это было интересно. И если вы досмотрели до конца, то я очень рада. Пишите комментарии. Ставьте лайки или дизлайки, как уж вам хочется. И подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok